Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Правда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновской области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. В Ульяновске установили новый пункт наблюдения за атмосферным воздухом. Что будет с поликлиникой на нижней террасе? Как в Ульяновске делают капремонты? Нужны ли нам новые технологии? Что ждет экономическую зону в Димитровграде в ближайшем будущем? Почему поступает много жалоб на сайт доктор 73 и что с этим делать? Как солнечные батареи помогают школьникам в освоении астрономии? Они не получают зарплат, а их профессии не учат в институтах. Кто такие поисковики? С 1 октября изменится требование к сдаче экзамена в ГИБДД. Представляем новый проект «Лица Победы», где мы рассказываем о тех, кто ковал победу. Нужен ли ульяновцам День Святого Валентина? Тема качественного атмосферного воздуха в нашем регионе периодически будоражит сообщениями о тех или иных нарушениях. Теперь отслеживать превышение опасных веществ будет проще. В Засвияжском районе заработал еще один стационарный пост мониторинга. Где именно он установлен и какие данные собирает, расскажет Рината Алиулова. Наблюдение за загрязнением атмосферы в Ульяновской области ведет гидрометцентр с четырех стационарных постов федерального назначения и с десяти регионального. Последний на сегодняшний день десятый заработал 1 февраля в Засвияжском районе Ульяновска. Пункт контроля установили на пересечении улиц Промышленной и Ефремова. Место для объекта наблюдения эксперты подбирают специально. Влияет сразу несколько факторов. Соседство жилой застройки и промышленной зоны, наличие трассы, а также розы ветров. Не менее важным фактором является и мнение жителей. Жалобы постоянно исходят отсюда. Жалобы и на неприятный запах, и на какие-то даже химические вещества, которые люди чувствуют в воздухе. Именно на основании этих жалоб был установлен пункт контроля. Пост автоматизированный. Воздух с крыши попадает в аспираторы, которые подсоединяются к сорбционным трубкам. Показания оксида углерода каждые 20 минут снимаются с помощью газоанализатора. Отбор проб воздуха происходит в час ночи, в 7 утра, в час дня и в 7 вечера. В 7 утра с следующего дня специалист везет пробирки с показаниями в лабораторию Ульяновского гидрометцентра. Результатом анализа выдается экологический бюллетен, который размещается на сайте Министерства природных ресурсов, на сайте нашего гидрометцентра и на сайте администрации города Ульяновска. И на сайте будет размещаться Засвияжского района для информирования населения об уровне загрязнения атмосферного воздуха. С 1 февраля информация о ситуации витающей воздухе начали передавать еще два поста в Сенгеле и в Сурском. Усиление экологического мониторинга стало одним из поручений президента Владимира Путина, которое глава государства озвучил в послании федеральному собранию. У нас на очереди такие населенные пункты, как поселок Мирный, такие как рабочий поселок Муловка и еще целый ряд населенных пунктов, которые позволят нам в целом достаточно эффективно контролировать ситуацию с мониторингом атмосферного воздуха. В целом обстановка с охраной атмосферного воздуха в Ульяновске удовлетворительная. В 2019 году зафиксировано менее 100 превышений, которые имели низкие показатели, то есть едва доходили до отметки пяти предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Инат Алиулова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ. Продолжим тему здоровья. В фокусе внимания здание взрослой поликлиники на нижней террасе, которая переоборудует под профилакторий. А рядом будет строиться новый корпус поликлиники. Павел Половов с подробностями из Заволжского района. Здание, где сегодня располагается взрослая поликлиника на нижней террасе, освободится по планам в 2021 году, когда построят новое. Однако освободившееся здание не должно пустовать. Сергей Морозов пообещал обсудить с жителями, что они хотят видеть в этом здании. Однако само оно полностью отвечает на значение и критериям, по которым строилось. Когда-то здесь был профилакторий для рабочих патронного завода. Но пока здесь поликлиника и нужен косметический ремонт. Смету обсудили тут же. Дверные блоки с первого по четвертый этаж – это 5200, полная замена всех окон. Дверные блоки с первого по четвертый этаж – миллион девятьсот восемнадцать. Полы с первого по четвертый этаж – это подразумевает, что и бетонная стяжка, и плитка, и линолеум с выравниванием полов – это 6500. Стены с первого по четвертый этаж – это опять же обдирается, выравнивается, шпаклюется, красится. Значит, 7900. В 2021 году на нижней террасе приступят к строительству новой поликлиники. Однако уже сейчас составляется проектно-сметная документация для будущей стройки. В нашем районе нужно построить новую поликлинику. Почему? Потому что сейчас наша поликлиника стоит, она не предусмотрена под поликлинику. Раньше здесь была просто профилактория заводской. И так как не было помещения, здесь сделали поликлинику. Коридорчики узенькие, кабинетики маленькие. И вообще, знаете, уже 21 век хочется что-то современнее. По мнению пациентов, отсутствие условий привело к кадровому голоду. В такую поликлинику специалисты не идут работать. Кроме того, конфигурация кабинетов не позволяет установить современное оборудование. Новое здание очень нужно. С этим согласны все. В новую поликлинику люди будут приходить с большим удовольствием. И зарплата этим врачам будет та соответствующая, которая позволит этим врачам работать на одном месте. Ремонт в здании поликлиники будет завершен до конца года. В следующем начнется строительство другого здания. Процесс оказания медпомощи жителям микрорайона не будет прерван ни на день. Это, по мнению врачей, губернатора и жителей, главное. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новость Улл. Правда ТВ. От ремонта медучреждений к ремонту жилого сектора. В доме номер 59А по улице Любови Шевцовой в Ульяновске сделан капитальный ремонт с применением новых технологий. Специалисты заменили коммуникации в многоэтажке так называемым бестраншейным способом. Наталья Чумаченко разбиралась, почему новый метод лучше. Отремонтировали крышу, утеплили межпанельные швы, благоустроили придомовую территорию. В многоквартирном доме 59А по улице Любови Шевцовой сделан капитальный ремонт. Жильцы многоэтажки с 2014 года участвуют в региональной программе капремонта. Сегодня есть повод порадоваться. В течение полутора месяцев подрядная организация заменила все трубы по водоотведению. Стоимость работ составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. Причем выпуски канализации специалисты поменяли бестраншейным способом, что позволило обойтись без раскопок мерзлого грунта. Силовая установка гидравлическая устанавливается в колодец. Через колодец в старый трубопровод протягивается трос в подвальную часть. К нему прикрепляется разрушитель. К этому разрушителю уже прикрепляется полиэтиленовая труба. И при помощи гидравлического тяги со стороны колодца полиэтиленовая труба, разрушитель разрушает старую чугунную трубу. И вместо нее по этому же каналу прокрадывается новая полиэтиленовая труба. Особое внимание местная общественность уделила качеству работ. В комиссионной проверке участвовали инженеры фонда модернизации ЖКК, сотрудники управляющей компании, специалисты городской администрации и депутаты. Такой порядок контроля обеспечил соблюдение прав и интересов собственников квартир. Большая заслуга самых жильцов. Почему? Потому что их обращение, их активность позволяют сделать многие вещи с управлением ЖКХ. Это и городские власти, и областные власти. Местные жители рады положительным изменениям, происходящим в их доме. По мнению председателя Совета дома Александра Барыльника, проблемы есть всегда и везде, но только совместными усилиями их можно решить, чтобы сделать комфортным жилье для себя и своих близких. У нас все движется, согласно графике идет все успешно. Жители, конечно, довольны, что такая идет большая работа. Конечно, она так просто не проходит. Тут всякие есть некоторые нюансы, которые не выполнены до конца. Но мы по ходу работы все устранялись, все выполнялось, так что делалось. Сейчас в многоквартирном доме ведется подготовка к апремонту системы теплоснабжения. Специалисты планируют ее сделать весной после завершения отопительного сезона в регионе. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. А вот в Димитровграде ситуация с комфортной городской средой складывается неоднозначная. Местные жители могут лишиться почти 100 миллионов рублей из-за неумения договариваться. Речь идет о взаимодействии городской власти и общественности. Конфликт или недопонимание? Вопросы вынесены на обсуждение. Слово Татьяне Елисеевой. Встреча председателей ТОСов и старших по домам проходила в НКЦ Имениславского. Общественники, устав взывать к справедливости местных властей, обрастились со своими претензиями напрямую к губернатору. Причина недовольства – несоблюдение очередности благоустройства общественных территорий в рамках реализации на территории Димитровграда федеральной программы формирования комфортной городской среды. Народное голосование четко обозначило очередность реализации программы. Но в итоге местные чиновники, по словам жителей, все переиграли. Наш Портовский район выбрал Прибрежный и Цолковского. В том году должны были сделать нам Цолковского. И так как у нас территориально они вместе Прибрежный и Цолковского, мы передвинули Молодежный в том году, часть и часть в этом году. И на этот год, получается, наш Портовский район администрация обижает, берет Верхний пруд, который заняли восьмое место. Дело, как выяснилось, даже не в обиде жителей Первомайского района Нахимашевцев. Понятно, что все мы, жители Димитровграда, и благоустройство любой из территорий – это благо для рядовых жителей. Но тогда возникает вопрос, для чего администрация гордо устраивала все эти голосования и спрашивала мнений горожан, если в итоге не собиралась к ним прислушиваться. Для того, чтобы не было разногласий среди горожан, мы должны, прежде чем принять такое решение, мы должны были к средствам, массовой информации, это все выложить. То, что такая ситуация у нас получается. Вот смотрите, ознакомились, смотрите, что люди будут писать вам на этот информат, а потом уже это делать. А вы сейчас, получается, вы это сделали, и потом в последний момент вы сейчас начинаете там обращать граждан. На встрече также выяснилось, что местные власти решили сменить состав общественной комиссии, не объяснив прежним участникам причины. В итоге люди уверены, что это напрямую связано с дотошностью общественных контролеров, которые в прошлом году знатно потрепали нервы чиновникам, отвечающим на местах за реализацию проекта. Горожане то и дело находили недостатки и отказывались принимать выполненную работу, требуя устранения выявленных недоработок. В итоге губернатор призвал обе стороны к конструктивному диалогу, отметив, что у областных властей общаться с димитровградской общественностью получается, а у местных почему-то нет. Впрочем, завершилась встреча на позитивной ноте. За активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни города благодарственным письмом губернатора были награждены председатель дома Нина Сидорова и руководитель ассоциации ТОС Димитровграда Ольга Галаева. Татьяна Елисеева, Виталий Невов, специально для управды.ру из Димитровграда. Новое производство и новые рабочие места. В этом году 8 компаний планируют получить статус резидента в территории опережающего социально-экономического развития Димитровград. Напомним, данный статус был присвоен городу атомщиков 3 года назад. За это время резидентами стали 8 предприятий, и 4 из них располагаются на территории индустриального парка «Мастер». Марина Антуганова с подробностями из Димитровграда. Димитровградский индустриальный парк «Мастер». Именно здесь базируются 4 из 8 резидентов ТОСЭР «Димитровград». Это компании самой разной промышленной направленности. Привлекательность территории, опережающего социально-экономического развития, во многом обусловлена колоссальными налоговыми льготами, предоставленными региональными властями. Это льготы по налогу на прибыль, льготы по транспортному налогу. Самое главное преимущество – это пониженный более чем в 4 раза размер страховых взносов, уплачиваемых на работников этих предприятий. Помимо этого, бизнес привлекает выгодная дислокация промышленной площадки и заинтересованность руководства области в формировании инфраструктуры. Почти 50 миллионов рублей выделено на обустройство стоянки, подъездных путей к производственным корпусам. Обустроена площадка со стороны улицы Западная. Впереди – работа на площадке на проспекте автостроителей. Губернатор смог привлечь порядка 250 миллионов в прошлом году из федерального бюджета. В этом году будут нам выделены еще 250 миллионов на реализацию этого парка. То есть это у нас деньги на ремонт и развитие инфраструктуры, которые идут по субсидии федерального бюджета. Также порядка 100 миллионов из регионального бюджета выделяется. Губернатор Сергей Морозов осмотрел производства, которые работают на площадке. В планах главы региона встретиться здесь и в Димитровграде в ближайшее время с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Здесь будем проводить большую промышленную конференцию и под эгидой КАМАЗа, и под эгидой ОНФ, которые он тоже возглавляет. И нам можно уже разговаривать о перспективах за 2021, до 2024 года включительно, как минимум. Один из самых молодых резидентов ТАСЭР, Димитровградский арматурный завод, руководство фирмы, получило заветный статус лишь в 2019 году. Предприятие арендует у Дипмастер чуть более 2000 квадратных метров промышленных площадей. Обороты у ДАЗа пока не такие, как у более маститых в плане резидентского стажа коллег. Но лиха беда начала. В следующем году ДАЗ планирует занять еще 2000 квадратных метров. Одним из сторожилов можно смело назвать Торсион Дэм. Предприятие по производству пружин было зарегистрировано в качестве резидент ТАСЭР в 2017 году. В 2019-м один из их проектов по модернизации производства поддержал Региональный фонд развития промышленности, выдав займ в 24 миллиона рублей. На эти средства предприятие закупило новое оборудование и освоило производство новой линейки товаров. Объемы выросли в среднем до 54 тонн продукции в месяц. Пожалуй, самым крупным резидентом является компания «Полесье ДГ». Сейчас здесь работают 110 димитровградцев. Продукции расходятся как горячие пирожки не только по России, но и в ближнем зарубежье. Планируется, что в ближайшее время численность сотрудников будет увеличена до 450 человек. С учетом ремонтируемых помещений «Полесье» займет в Дипмастер более 28 тысяч квадратных метров производственных площадей. Работаю практически с основанием производства здесь. Основная работа моя – контроль за технологией, за качеством, за количеством. Очень интересный проект, заинтересовал, поэтому пришел сюда и продолжаю расти, развиваться и изучать новое и новое. Приносить детям радость. В 2020 году статус резидента ТОСР «Дзимитровград» планирует получить еще 8 предприятий. Это позволит увеличить количество новых рабочих мест до 1000 единиц. Марина Антуган, Ванжелика Бровенок, «Дзимград-24» специально для Уллправда ТВ. В продолжении темы промышленности. Отказаться от старого и дать предприятиям развиваться. С какими проблемами сталкиваются ульяновские предприниматели и какой инструмент поможет в решении наболевших вопросов. Виктория Черкова разбирала новинки в Санпинах. Можно ли достичь прогресса в современном мире, опираясь на устаревшие нормы и правила? Правила и акты 70-летней давности, написанные для предприятий, скоро будут отменены. Неактуальные Санпины требования и обязательства тормозят и усложняют жизнь российских производств. Чтобы двигаться вперед, федеральное правительство ввело реформу контроля надзорной деятельности. Называется она регуляторная гильотина. Наш регион будет реформирован одним из первых в стране. Мы приняли решение запустить регуляторную дилетину на уровне региона и муниципалитетов. Основной целью регуляторной дилетины нашего региона должно стать исключение дублирующих, неработающих и нецелесообразных нормативно-правых актов. Старинные нормативы усложняют жизнь новым мануфактурам и артелям. Например, маленькое экологичное производство не сбрасывает ядовитых отходов. Но по советскому Санпину оно должно быть отгорожено километрами санитарной зоны. В этом случае заметно неразумное расходование территорий, которые можно застроить. От устаревших правил страдают и сами предприниматели. Элла Глебова производит сыры по итальянским рецептам. В наше время, чтобы варить пьемонт и горгонзолы, достаточно знать технологии и иметь правильный материал. Например, закваски для сыра продаются уже готовыми. То есть в заквасочном помещении сыровары уже не нуждаются. Но по старому правилу этот цех обязателен. Да, оно должно быть. Оно по нормам должно быть. А как вы решаете этот вопрос? Мы приходим и говорим, вот такие закваски. И если взять по нормативу, то, соответственно, мы не проходим. Но, как это называется, прогресс все равно давит, выдавливает эти старые нормы. И я думаю, что внесут в документы возможность использования подобных заквасов. А кто с вас требует вот такие заквасочные цены? Ну, при стандартной проверке Роспотребнадзора, то они будут с нас требовать. И это один из примеров в несоответствии между правовыми догмами и современными технологиями. Под нож гильотина должны попасть 97 правовых актов, составленных в период с 50-х по 80-е годы 20-го века. Реформа вступит в силу 1 января 2021 года. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправда ТВ. Сергей Морозов призвал министров и глав районов обратить внимание на недружелюбный интерфейс. Речь идет в первую очередь о сайте «Доктор 73», на который в последнюю неделю поступило много жалоб. Невозможно записаться к специалистам, сайт висит. Такие жалобы стали поступать в адрес главы Ульяновской области. Какие еще проблемы обсуждали на аппаратном совещании, расскажет Егор Титов. Аппаратное совещание прошло в новом инженерном лицее, который строится в Заволжье. Губернатор Сергей Морозов представил образовательное учреждение как образец современной школы 21-го века. Кроме того, глава области отметил, что с помощью продуманной комплексной застройки можно существенно улучшить качество жизни в регионе. Еще один способ улучшения жизни заключается в взаимном уважении между государством и обществом. Власть недостаточно хорошо реагирует на вопросы граждан, задаваемые в интернете. Власть как бы сам устранилась от общения с людьми. Это как минимум от современной модели общения с людьми. Это, в общем-то, не значит о том, что у Сергея Сергеевича там плохо. Это то же самое сегодня. Вот сейчас на примерах у нас просто, так сказать, там, так вот неприятно, в очередной раз, так сказать, так, потыкали физиономии. Это и про доктор 73. Губернатор поручил создать рабочую группу по анализу сайтов и мобильных приложений органов власти и муниципалитетов. Появится новое министерство цифровой трансформации, а все чиновники должны будут сдать экзамен на знания современных информационных технологий. Работа обратной связи анализировалась на аппаратном совещании на конкретных примерах. Речь идет о программе «Инцидент-менеджмент». Она позволяет органам власти отслеживать информационные поводы в сети и моментально на них реагировать. Ряд ответов требует внимания, и я просила бы обратить внимание на то, какое качество ответов вы даете на те инциденты, которые к вам поступают. В частности, есть ряд отрицательных примеров реагирования. Но иногда на вопросы реагируют обычными отписками. Больше всего таких случаев в Димитровграде. Еще один вопрос касался отсутствия масок в аптеках. И нет ли вообще саботажа о том, что эти маски есть, но они лежат? Раз нам президент запретил, как они считают, а я же там сразу же сказал, отреагировал, а потом президент сказал всем вам, очень жестко, мы вообще лицензии отберем у таких аптекарей. И правильно сделал, чтобы все видели, кто в доме хозяин. Министерство здравоохранения пообещали, что в течение двух дней все перебои в аптеках с масками будут ликвидированы. С нерешенными проблемами людей ознакомила общественная палата. Первый из них касается случая, когда скорую помощь вызывали вечером, а она приехала только с утра. В Минздраве оправдывают, что вызов был несрочный. Однако губернатор такой ответ не удовлетворил. Почему самому человеку не объяснили? Возмутился Сергей Морозов. Мы тратим колоссальные деньги на здравоохранение, а количество бардака не уменьшается. Вот Валерий Васильевич сегодня мне рассказывал, как он проехал, только вот недавно по целому ряду сельских населенных пунктов вой стоит. Я тогда не понимаю, мы куда направили десятки миллиардов рублей. Еще один вопрос касался аварийного дома номер 8 по улице Октябрьской. В ужасных условиях в нем проживает труженик тыла. Сроки расселения дома уже перенесены с 2028 на 2021 год. Но это же безобразие, коллеги. Это ладно, вот еще руководитель общественной палаты поднимает этот вопрос, там вот, что называется, выловил эту информацию, показывает, хотя бы и без него должны выловить. Но я не знаю, кто это. Ветеран Великой Отечественной войны, как Саасанчев здесь сейчас читает слова человека. Или это дитя войны. В общем-то, без разницы. Мы с Сергеем Николаевичем договорились о том, что это свидетели войны. Это люди, которые видели войну. И не просто видели, а сделали все, чтобы, так сказать, мы победили. Однако не все информационные поводы в интернете являются правдивыми. Губернатор отметил, что на публикацию так называемых фейков будут реагировать остро и незамедлительно. Некоторые, так сказать, негодяи, вот прям так я хочу сказать, пытаются то и дело, то там, то сям, так сказать, спровоцировать какие-то народные тревоги. То показывают там картинки якобы о взрывах в Димитровграде, то показывают еще какие-то, так сказать, страшилки. Вот мы точно никого не оставим без внимания. В частности, это касается распространения слухов о коронавирусе в Ульяновске. Карантин в школах продлен в связи с ростом заболевания ОРВИ и никак не связан с этой инфекцией. В нашей области на сегодняшний день, подчеркиваю по всем нашим данным, значит, случаев заболевания коронавирусной инфекцией населения в Ульяновской области нет. Значит, для профилактики этого заболевания проведена большая работа. Губернатор также напомнил, что до 24 февраля необходимо отказаться от проведения спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Егор Титов, Руслан Баталов, новости Управда ТВ. В продолжении тема здравоохранения. Переместимся в Кузоватовский район. Теперь порядка тысячи жителей села Еделево избавится от проблем с получением медпомощи. Павел Половов побывал в новом офисе врача общей практики. В селе Еделево Кузоватовского района работу фельдшерского пункта решено усилить офисом врача общей практики. Это позволит в разы увеличить доступность и качество медицинской помощи. Более тысячи человек теперь не будут иметь проблем с получением медпомощи. Здесь проживает около 760 человек в селе Еделево. И близлежащий у нас населенный пункт это Никольское. Там около 400 человек проживает. Вот основная задача. Ну и на данный момент у нас ведется лицензирование данного помещения. Я думаю, что до середины февраля месяца получим лицензию. Будет завезено сюда медицинское оборудование. Здание отапливается газом, поэтому не придется держать два истопника, как в старом ФАПе, где прежде чем начать работу, нужно было наколоть дров и истопить печки. Фельдшер очень рада новому зданию и прочим реформам. В новом ФАПе будет палата дневного пребывания. Население у нас стареет. Не каждый имеет возможность поехать в районную больницу. Ну тяжело, конечно, на автобус ехать. Не каждый имеет свой транспорт. Тут пришел, прокапался, немножко полежал и дома уже. Вот поэтому. У нас раньше не было ЭКГ там. Не делали ЭКГ. Здесь ЭКГ будет. Доктор не каждый раз сюда приезжал. Раз в месяц. А сейчас свой доктор будет. Место, где располагается нынешний ФАП, когда-то было школой-интернатом. Помещение, мягко говоря, неприспособленное. Оснащение помнит еще Леонида Ильича Брежнева, если не Хрущева. Выглядит все это весьма печально. Для местных жителей нет различия между ФАПом, авопом, клиникой и поликлиникой. Для них все это больница. Место, где можно вовремя получить медицинскую помощь. В новом здании многие уже побывали. Открытие, которое строится в середине февраля, с нетерпением ждут все. Мы очень ждали, когда нам построят новый ФАП, потому что это здание больницы уже старое. Нет условий. Нам поставили больницу. Там светло, тепло. Новое оборудование нам поставят. Придет доктор. Нас все устраивает. То есть хотим новую больницу. Кроме строительства стационарных медицинских пунктов, в регионе будут приобретаться передвижные медицинские комплексы. Всего до 2024 года будет закуплен 31 мобильный комплекс разной комплектации. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл, Правда ТВ. Завершим тему здравоохранения материал о реформировании медицинской палаты Ульяновской области. Напомним, данная структура была создана в 2012 году с целью защиты прав пациентов и медицинских работников. Рабочая встреча с членами медицинской палаты прошла в Центральной городской клинической больнице. В Ульяновской области переформатируют работу медицинской палаты. Об этом заявил Сергей Морозов на встрече с медиками и общественниками. Сегодняшние реалии требуют включения общественников в решении более широкого круга проблем. Мы видим о том, что у нас есть, в отличие от других отраслей, в общем-то все равно крепко стоящие на ногах медицинской палаты. Значит, что она может сделать? В моем понимании она как раз должна решить вопрос не только защищенности, но и улучшения профессионального и морально-психологического климата внутри коллектива. Медпалата должна стать центром большого коллектива врачей, вносить предложения по улучшению работы больниц, бороться с оттоком кадров в другие регионы. Чтобы эффективно исполнять новые функции, палата должна сменить юридический статус, то есть стать автономной некоммерческой организацией. Проблема в том, что тогда она перестанет быть ассоциацией, основанной на членстве врачей, и потеряет часть полномочий. Однако решение найдено. Медицинская палата может явиться учредителем этого ОНО, которое можно назвать как институт развития кадров здравоохранения. Если раньше палата занималась в основном защитой прав врачей, то теперь у нее будут дополнительные функции. Качество и доступность здравоохранения пока еще, несмотря на строящиеся ФАП и закупки оборудования, оставляет желать лучшего. Причина – кадровый голод. Эту проблему, по мнению власти, нужно решать с помощью всех властных рычагов, мер поддержки и общественных институтов. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улл Правды ТВ. От здравоохранения к образованию, если быть точнее, то об инновациях в учебном процессе. Каким образом солнечные энергии и солнечные батареи помогают школьникам в освоении астрономии, расскажет наш корреспондент. Энергия Солнца в образовательных целях. Ульянская гимназия номер один стала третьей школой в стране, где установлены солнечные панели. В октябре прошлого года глава региона Сергей Морозов заключил соглашение с немецкими производителями оборудования для солнечной энергетики. Финансирует проект германский институт Гёте. Это оборудование позволит ученикам школы, как говорится, на живых примерах, изучать зеленую энергетику на примере солнечной генерации. Установленная мощность этого комплекта 1 кВт в час. Соответственно, понимая, что это больше обучающий демонстрационный проект, ну, какой-то небольшой электрический прибор можно будет запитывать от этой установки. Принцип работы солнечной батареи прост. Она вырабатывает постоянный ток, который потом накапливается в аккумуляторах. Из аккумуляторов он поступает в инвертор, где преобразуется в переменный ток. И с помощью него уже можно будет зажечь лампочку или зарядить сотовый телефон. Стоимость комплекта из четырех панелей, инвертора и аккумуляторов составляет 1 миллион рублей. В едином комплексе с солнечными батареями будет работать обсерватория, которую установят до 1 сентября. И вместе с обсерваторией, я уже говорил, мы восстанавливаем и, я бы сказал, создаем новый кабинет астрофизики, новый современный цифровой кабинет астрофизики. И вот именно эта солнечная энергия, она придет в этот кабинет. Кстати, воспользоваться услугами астрофизической лаборатории смогут все талантливые школьники области. Двери гимназии для них открыты. А сам проект планирует стиражиры в других социальных спортивных учреждениях. Сейчас от них собирают заявки. Полный список составят к середине года. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Управда ТВ. Продолжим тему инноваций. В Ульяновской области завершен тематический год, посвященный науке и изобретательству. Его итогом стала не только популяризация образа изобретателя, но и представление инновационного потенциала области на федеральном уровне. Итоги тематического года подвели на фестивале науки в техническом университете. В Ульяновской области завершили год изобретательства и инноваций. За это время проделана огромная работа. В Ульяновской области проведено более 200 мероприятий, направленных на поддержку технологического развития, участие в пилотных проектах, внедрение изобретений, открытие Центра интеллектуальной собственности. Все это бесценный опыт, который готов взять на вооружение вся страна и даже весь мир. По признанию многих мировых экспертов, Российская Федерация или Советский Союз это самая изобретательная страна в мире. Может быть, это связано было с тем, что у нас были какие-то ограничения в бытовом плане, поэтому наше население, ну, фактически, было вынуждено, наверное, изобретать. Но сейчас эта жилка, она сохранилась. У нас очень много талантливой и молодежи, и людей старшего возраста, которые сегодня именно творят. Творят в научно-технической сфере. Продолжит развиваться сфера интеллектуальной собственности. Огромную работу и правильность обозначенных проблем и решений в этой области признают даже федеральные эксперты. Опыт нашего региона считают уникальным. Ведь именно в Ульяновской области создаются новейшие программные обеспечения. Именно здесь придумали и производят прибор и талон, который позволяет любому автовладельцу знать абсолютно все о судьбе своего автомобиля, где бы он ни был. В этом плане Ульяновская губерния, Ульяновская область номер один в России, потому что это первая столица изобретательства в России. И вот быстро пролетел этот год. Жаль, что он заканчивается. Но я думаю, что год заканчивается, и как бы на будущий год будет, может быть, другая столица изобретательства. Но как была Ульяновская губерния, столица изобретательства, Как она показывала пример всей стране, так, я думаю, что и будет она лидером в этих всех вопросах. В каждом смартфоне есть излучатель поверхностных волн, открытый академиком Гуляевым. Изобретение профессора Кондратенко – сенсорный экран устройства. Без этих составляющих неотъемлемый атрибут современного человека был бы просто невозможен. Сделать так, чтобы каждая светлая мысль приносила пользу прежде всего России и региону и был призван год изобретательства. Президент России в послании Федеральному собранию отметил это направление развития как важнейшее. И Ульяновский регион оказался не только пилотным, но и смог стать флагманом в этом процессе. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. В Ульяновске предлагается разработать меры поддержки молодым специалистам. Проблемы нехватки кадров и маленьких зарплат обсудили студенты медицинских колледжей с главой региона. Подробности в материале моих коллег. Найти работу, решить жилищные проблемы или получить правовую консультацию. С такими проблемами и вопросами ульяновская молодежь сможет обратиться многофункциональный центр. В Ульяновске планируют создать МФЦ для студентов, чтобы каждый учащийся университета или колледжа знал свои права и мог без очередей получить необходимые документы и проконсультироваться со специалистами. Давайте подумаем о том, как нам создать такой многофункциональный офис для студентов, чтобы они знали свои права, знали свои возможности, знали те меры поддержки, которые у нас существуют. О создании подобного центра говорили на встрече со студентами-медиками. Обсудили проблему нехватки кадров в системе здравоохранения и помощь начинающим специалистам. В регионе уже успешно работают программы по поддержке медицинских работников «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По словам депутатов, подобная господдержка должна оказываться и другим профессиям. Я думаю, что сейчас мы приложим все усилия, объединимся и разработаем программу, и будем поддерживать наших выпускников, чтобы они оставались у нас в городе, в наших поликлиниках городских, муниципальных и работали на благо жителей. В регионе уже разрабатывается закон о поддержке молодежи, главная цель которого – помочь закрепиться молодым людям в родном регионе. А все результаты обсуждений с самими студентами будут отражены в документе. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Они не получают зарплат, а их профессии не учат в институтах. Однако это никак не смущает поисковиков, людей, занимающихся поисками падших солдат. Для ветерана Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Рудакова поисковая деятельность давно переросла из хобби в дело жизни. Оружие времен Великой Отечественной войны – патроны обмундирования. В коллекции поисковика Владимира Рудакова больше тысячи уникальных экземпляров прошлого. Поисками каждого он занимался лично. Владимир много лет проработал в службе исполнения наказаний, но еще со школы увлекся поисковой деятельностью. Вместе с другими поисковиками объехал всю Россию. В первый класс пошел, у нас были очень хорошие преподаватели тех времен. Это именно по НВП и по географии. Они сами прошли в Великую Отечественную войну, принимали участие, освобождали нашу родину и также брали Берлин. И вот они много чего рассказывали. В доме в Ясашной Ташле Владимир хранит большую экспозицию своих находок. И это не только экспонаты военных лет. Некоторые предметы быта датируются третьим веком. Битая посуда – это где-то третий-четвертый век. Это сарматы. Это было найдено на Кубани. Там, где я сам с Кубани, с этих горшков и началась вся наша история. Рядом с горшками и военная атрибутика Древней Руси девятого века – шлем, кольчуга и меч. Главной своей находкой поисковик считает уникальную пряжку «Рыжий таракан», датируемую седьмым веком. Находка была найдена в деревне Кивать. Вот ни у кого в Ульяновской области, даже в музеях, такой пряжки нет. Она из кожаной сумки была. И на этой кожаной сумке должно было две этих пряжки. Ну вот я только одну нашел. Вторая, может, где-то рядом лежит. Ну, факт то, что она символизирует рыжий таракан – символ богатства. С Кубани Владимир привез и оружие времен Кавказской войны 19 века. Пули, наконечники стрел, черкесский кинжал, турецкое ядро. Наш герой – постоянный участник акции «Вахта памяти», где поисковые группы выезжают на те места, где проходили битвы времен Второй мировой войны, чтобы разыскать останки солдат, которые погибли на поле боя. Благодаря своему участию экспозиция Владимира пополнилась военным оружием. Винтовка и ППШ были найдены под Ленинградом. Удалось собрать полное обмундирование советского солдата 1941 года – шинель, гимнастерка, балаклава, перчатки и каска. Также Владимир собрал большую коллекцию вещей немецких солдат – талоны на еду, продать эстаты, фотографии и даже пропуски в плен, напечатанные на русском языке. Поисковик – это не только призвание. Поисковиком может любой стать. Главное, чтобы у него в душе это все было. Именно за свою родину, за свой народ. Потому что, как говорится, пока последний солдат не найден, война у нас не закончена. Со своей выездной выставкой Владимир ездит в школы, колледжи и университеты. Знакомит подрастающее поколение с бытом наших предков, рассказывает об интересных случаях из своей практики. В День Победы Владимир вместе с женой планирует организовать в центре ГИСашной Ташлы большую экспозицию, полевую кухню с солдатской кашей и даже реконструкцию боя. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости, Улправда ТВ. Совсем скоро сдать на водительские права станет сложнее. С 1 октября 2020 года изменится требование к сдаче экзамена в ГИБДД. Пойдут ли эти изменения во благо? Смотрите в материале Павла Полового. Водители, получившие права еще в советское время, недовольны качеством подготовки водителей, получающих права сейчас. Именно поэтому ГИБДД меняет правила приема экзаменов. Одно из кардинальных изменений это то, что площадки больше не будет. Все нужно будет сдавать прямо в городе. Однако, вероятно, исчезнуты такие бесполезные испытания, как въезд в свой собственный гараж за определенное время. Проект постановления МВД об изменениях уже передан на рассмотрение в правительство. Документ прошел все стадии согласования и будет подписан в ближайшее время. По словам сотрудников автошкол, теперь сдающих с первого раза станет меньше. Если сегодня, например, экзамен проходит по определенным, четко утвержденным экзаменационным маршрутам, то с 1 октября такого не будет. Просто будет определенный круг, перечень улиц и дорог, на которые будут происходить экзамены. То есть сразу скажу, что экзамен ждать будет намного сложнее, чем сейчас. В проекте постановления уточняется и минимальный возраст обучаемых. Так, для категорий Б и С это 16 лет. А в случае с водителями категории Д, ТМ, ТБ, автобусы, трамваи, троллейбусы 20 лет. Кроме того, инструкторы смогут обучать воспитанников автошкол на автомагистралях. Запрет на это снят. Есть документы и послабления для учащихся. Например, кандидаты в водители смогут по упрощенной форме оспаривать результаты экзаменов. В суд теперь идти не придется. Нужно будет взять видеозапись экзамена и показать ее инспектору, который примет окончательное решение. Мы надеемся, что все-таки качество подготовки водителя надо улучшать и оно должно быть выше. Иначе не получится сдачи. Что мы еще ждем изменения? Ну, мы ждем, конечно, приказы МВД, в котором более вся конкретика там прозвучит. Мы ждем, наконец-то, может быть, будут внесены изменения в существующие программы. Сегодняшняя программа подготовки водителя от категории Б, ну, мягко выражаясь, ничего там такого нет, чтобы качественно подготовить водителя. Меняются и сроки пересдачи. Пересдавать теоретический экзамен можно будет не позднее, чем через 30 суток. Для практики от лимит увеличен до 60 суток. Минимальный срок проведения повторных экзаменов остался без изменений – 7 суток. В случае неудачных трех попыток следующий повторный экзамен, как и сейчас, можно попытаться сдать снова не ранее, чем через 30 дней. Автолюбители считают, что главное – это психологическая готовность к управлению машиной. Очень часто бывают и пожилые, то есть долго как-то выполняют маневры, еще что-то. А бывают молодые, которые гоняют лихо и, в принципе, подвергают опасности других водителей. Ну, вообще, я считаю, что все зависит от самого человека. Время вождения стариков, ну, пожилых людей, которые сейчас, в принципе, намного опыта больше, можно сказать. А у молодежи агрессивная езда. На самом деле, как бы, ну, если решать этот вопрос на корню, то надо, как-то, я не знаю, может быть, какие-то полосы выделить особо для пожилых людей или какие-то наклейки, обозначения придумывать для них. Ну, я считаю, что площадка нужна, потому что на ней тоже молодые водители получают хороший опыт. Ну, а кто мешает на дороге – это вопрос спорный. Если водитель знает правила движения, то он не мешает. А тот, кто не знает, ну, нужно подучиться. Статистику, кто чаще всего попадает в ДТП, молодежь или опытные водители ГИБДД не ведет. Однако ведут страховые компании. Данные таковы. Водители 30-40 лет попадают в аварии чаще людей других возрастных категорий. Второе место по аварийности занимает возрастная категория 40-50 лет. Замыкают же первую пятерку молодые автовладельцы возрастом от 21 до 25 лет. Цифры говорят сами за себя. Молодые и неопытные водители более аккуратны на дорогах. А вот лихачить начинают уже спустя три года стажа. Изменят ли в итоге новые правила сдачи на права ситуацию с ДТП, покажет время. Павел Половов, Руслан Баталов, Юрий Конихин, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ. До начала весны осталось немного. Специализированные ведомства обеспокоены наступлением ранней весны, ведь первая капель может быстро смениться чередой возгораний. Чем озадачены сотрудники МЧС и какие меры принимают, расскажет Виктория Черкова. С наступлением весны можно услышать не только трели соловьев, но и сирены пожарных машин. Ведь риск возгорания в лесах и полях возрастает сотни раз. Ульяновские уже начали подготовку к пожароопасному сезону. Александр Смекалин созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сегодня обсудим вопросы готовности населенных пунктов и муниципальных образований к пожароопасному периоду. О том, как у нас идет работа по обеспечению пожарной безопасности высоких домов. Дело в том, что зима в этом году выдалась малоснежная и сухая, а это значит, что весна будет ранняя. Синоптики уже предупредили сотрудников Министерства природы, и они, в свою очередь, составили план противопожарных мероприятий. 17 единиц техники уже закупили. Настала пора заняться организацией пожарно-химических станций в районах области. На настоящий момент проходит комплексная приемка готовности каждой из 21 пожарно-химической станций. Отмечу, что у нас в настоящий момент во всех лесничествах созданы пожарно-химические станции. Пожарно-химическая станция второго типа у нас действует на территории Барышевского лесничества. И в этом году мы завершаем докомплектацию лесопожарной станции в Инзинском лесничестве до параметров пожарно-химической станции второго типа. Есть проблема, которая не привязана к сезонам – обеспечение пожарной безопасности в газифицированных жилых домах. Сотрудники МЧС планируют наладить работу жилищной инспекции, потому что совместные рейды должны проводиться регулярно. У нас, к сожалению, жилищная инспекция в этом направлении плохо работает. Из более чем 600 рейдов, проведенных по таким домам, этот надзорный орган провел с нами только совместно не более 20 рейдов. Одну из страшных бед человечества тоже обсудили на совещании – гибель детей в пожарах. Для предотвращения трагедии меры приняты, осталось довести до ума технологии. В прошлом году в домах многодетных семей было установлено 593 пожарных извещателя. Устройства, созданные наподобие сигнализации, реагируют на дым и подают громкий сигнал. Глава Кабмина распорядился об усовершенствовании системы оповещения. Скоро сигнализация будет не только поднимать шум, но и передавать сигнал на пульт управления МЧС. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Новости Уллправды ТВ. В этом году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Наш телеканал запустил проект «Лица Победы», где мы рассказываем о тех, кто ковал победу. Великая Отечественная война победоносно завершилась. В пятом подъезде дома номер 7 по улице 12 сентября живет ветеран Великой Отечественной войны Гончаров Леонид Сидорович. Герой победы 7,5 лет провел в армии, из которых 3,5 года отслужил на фронте под бомбежками. Съемочная группа телеканала Уллправды ТВ пришла в гости к ветерану не с пустыми руками. 1 марта Леонид Сидорович отметит свое 94-летие в кругу большой семьи. Мы поздравили пенсионера с этим замечательным грядущим событием. И в преддверии вашего замечательного праздника, дня рождения, самое главное, мы желаем вам долголетия. Чтобы вы дожили, достали победы, и чтобы у вас в семье именно с женой все было хорошо. Мы вас поздравляем небольшой такой подарочек. Леонид Гончаров окончил 7 классов средней школы в селе Петропавловка Воронежской области. Вспоминая голодное детство и тяжелые военные годы, Леонид Сидорович говорит, что помнит все до мелочей, как будто это было вчера. Шел на войну с единственным желанием – бить фашистов, чтобы отомстить за свою семью и русский народ. Родители умерли. Мое детство, у нас четыре брата, две сестры. Семья многодетная. Все четыре брата, вот там, все ушли на фронт. Старше они были? Ну, конечно. Вот все старше. Я самый младший из них. Два брата погибли на фронте. Пришло известие о гибели. Леонид попал на фронт с 17-летним мальчишкой. В сентябре 1943 года парень поступил в 10 класс и не доучился. В ноябре эшелон отправился из Воронежа на Дальний Восток. В городе Спаск-Дальний Приморского края новобранцы проходили учебу 6 месяцев, после чего Леонид Гончаров был командирован на 2-й украинский фронт. А вот расскажите, как фашистов били? Фашистов. Я в авиации служил, поэтому наша цель – механикам, наше обслуживание самолетом, заправка, бомбометание, в смысле бомба, зарядка и так далее и тому подобное. В 1945 году Леонид Гончаров участвовал в освобождении Чехословакии и боях под Австрией, получил медаль за боевые заслуги и был награжден Орденом Отечественной войны 1-й степени. 13 апреля 1945 года получил боевое ранение и легкую контузию, лечился в госпитале, был отправлен на фронт в Забайкальский военный округ. День победы Леонид Сидорович встретил в поезде и не мог поверить в то, что ужасная война наконец закончилась. 9 мая – это самый дорогой праздник, я считаю, для всего человечества нет, а для нас, для воинов, тем более. День победы я встретил в эшелоне, ехали с 2-го Украинского фронта на 1-й Дальнем Восточном. Это где-то произошло в Сибири. Выскочил и кричат «Победа, победа!» Ну, гордость, радость и так далее. За время, проведенное в армии, Леониду удалось освоить профессию не только механика, но и пулеметчика. А также он немало поездил по России и за рубежью. Прибыли на Забайкальский военный округ в город в счету. По распределению направили на границу Краевой, где минометные батареи вторым номером. И вот, как вам сказать, продолжал службу и войну в Манчжурии. В составе артиллерийской минометной батареи Леониду Сидоровичу удалось поучаствовать в освобождении китайских городов Мудэньцзянь, Ичунь, Харбин, форсировании двух рек. После воинской части оставалось по 46-й год в Китае. После возвращения с Китая служил. Училище связи еще послали. А потом 26-й отдельный краснознаменный батальон связи расформировали. Я попал служить в штаб главного командования Хабаровского гарнизона. В 1950 году Гончаров мобилизовался, закончил 10-й класс вечерней школы и поступил учиться в Хабаровский горный техникум. В городе Хабаровске встретил на танцах свою будущую жену, красавицу Зину, студентку медицинского техникума. В 1952 году они поженились и уехали по распределению на Украину. Там Леонид Сидорович 10 лет проработал начальником горного цеха Глуховецкого коалиного комбината. В 1963 году семья Гончаровых переехала в Ульяновск на родину Зинаиды Михайловны. Здесь герой войны устроился на моторный завод. Поступил на моторный завод, работал старшим мастером и начальником диспетчерства службы завода, где проработал 35 лет на моторном заводе, 10 лет на Украине, 7 с лишним лет в армии. В 1943 году призвали, в 1950 демобилизовали. У супругов Гончаровых есть прекрасная дочь, двое взрослых внуков и уже растут правнук и правнучка. По словам Леонида Сидоровича, семья – это главное богатство в его жизни, то, ради чего была завоевана Великая Победа. Сколько получается внуки, правнуки? Не считали? Нет, я не считал. Но приходят они к вам, поздравляют все-таки с праздниками, не забывают стариков? Все время, не забывают, приходят. В свои 93 года Леонид Сидорович вместе с супругой, 87-летней Зинаидой Михайловной, полны жизни. По их словам, секрет семейного счастья прост, любовь и взаимопонимание. А самое главное – мечта Читы Гончаровых, чтобы больше не было войны. В продолжении темы. В сквере на пересечении улиц Полбина и Западный бульвар ульяновцы возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Ивана Семеновича Полбина. Наш земляк внес огромный вклад в победу советского народа над фашистской Германией. В Ульяновске почтили память дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Полбина Ивана Семеновича, который, не жалея сил, бил фашистов ради Великой Победы. 11 февраля, в день памяти нашего земляка Ивана Семеновича Полбина, десятки человек пришли к его монументу, чтобы поклониться и сказать спасибо Герою Войны за мирное небо над головой. Мы здесь собираемся дважды в год, в день его гибели и в день рождения. Поэтому это знаменательные две даты. Конечно, вторая дата, она трагичная, что погиб наш выдающий земляк. Таких людей у нас в Ульяновске не очень много. Дважды Герой – единственный наш земляк. Во время Великой Отечественной войны Иван Семенович Полбин по 6-8 раз в сутки вылетал со своим 42-м бомбардировочным полком бить фашистов на Западном фронте. И каждый боевой вылет считался подвигом. Я считаю, наша цель, цель молодежи, правнуков Великой Отечественной войны – это чтить память о том, что было в те тяжелые годы. Молодежный совет и волонтерский центр вместе будет заниматься, проводить субботники, будет украшать, красить, волонтеров будет предоставлять для массовых мероприятий. К февралю 1945 года генерал-майор авиации Иван Полбин совершил 157 боевых вылетов, а с погиба в бою 11 февраля 1945 года, три месяца не дожив до Дня Победы. Иван Семенович Полбин был посмертно награжден высшей наградой – второй золотой звездой. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда.ТВ. Скоро православные верующие увидят жемчужину Симбирской митрополии – храм Казанской иконы Божьей Матери в Жадовском монастыре в новом цвете. В храме началась внутренняя роспись. Только лишь на первом этапе художники и иконописцы распишут площадь размером в гектар. В центральном храме Казанской иконы Божьей Матери в Жадовском монастыре началась внутренняя отделка. Сам храм построили еще в 2009 году. Однако все это время, вплоть до наших дней, храм считался недостроенным. У монастыря не хватало средств, чтобы заказать дорогостоящую внутреннюю роспись. Как долго шли мы к этому делу? Ну, конечно, да, зачастую бывали стеснены в средствах. Но сейчас, слава богу, появилась некоторая возможность такая в связи со спонсорством. Решили реализовать ту мечту, которую почти 20 лет назад, когда мы начали строить этот храм. Вот сейчас через 20 лет расписываем храм. Проект росписи храма был изготовлен еще 14 лет назад. Притворять его в жизнь монахи Жадовского монастыря пригласили мастеров из города иконописцев Палях Ивановской области. Первый этап – роспись алтарной центральной частей храма – это тысячи квадратных метров. Причем многие работы проводятся на высоте до 20 метров. Для этого поставили специальные леса. Каждый заказ ответственный, неважно он простой или нагруженный. У нас, говорят, чем проще, тем сложнее бывает это делать. Пишем мы как бы в нашем палецком стиле. Ну, единственное, может, особенность, что, так скажем, палецкий стиль предусматривает такую некоторую витьеватость, а у нас она такая спокойная. На первый этап десятерым мастерам-эконописцам выделили три месяца. Они должны закончить работу к Пасхе. Чтобы уложиться в срок, художники трудятся по 12 часов в сутки. Каждая линия, каждая деталь прорисовывается отдельно. Краска калибруется, а уже потом идет в дело. Этапов много, и каждый из них трудоемкий и кропотливый труд. Делать свою работу, чтобы в этом году светлый праздник Воскрешения Господня был особенным для насельников и паломников Жадовского монастыря. В пятницу влюбленные отмечали, пожалуй, самый романтичный праздник – День Святого Валентина. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, празднует ли праздник этот ульяновцы, что они дарят друг другу и отмечают ли российский эквивалент – День Петра и Февроньи. Подарю цветы жене любимой, проведу семейный праздник. Да нет, сейчас уже в моем возрасте. Нет, не праздную. Вообще, конечно, наверное, просто подарю букет цветов и какой-то чисто символический подарок. А так, наверное, нет. Ну, тоже будем на работе, она будет на работе, я буду на работе. Ну, некогда. А летом есть российский такой эквивалент этому празднику – День Петра и Февроньи. Празднуете ли и вообще знаете ли о нем? Знаю, но не праздную. Отдыхаем, собираемся вместе. Дарим подарки, что мы еще дарим. А есть такой российский эквивалент – День Петра и Февроньи. Знаете ли о нем, вы празднуете ли его? Есть, но не праздную. Только есть родителям. Что дарите обрадить? Ну, деньги коплю, там, каким-то украшением, а им дарю папе часы, допустим. Ясно. А скажите, есть такой российский эквивалент – День Петра и Февроньи. Его празднуете? Нет, нет. Я потому что не русская, я не знаю. Я не считаю это праздником, поэтому не праздную. День Петра и Февроньи, ну, как День Любви и Верности, да. Да. Я бы не сказала, что мы прямо отмечаем, но можно. Ясно. А как, что дарите? Ну, в основном цветы. Поэтому и получаю в основном цветы, потому что все-таки это не такой огромный праздник, как день рождения, там, 8 марта, 23 февраля. Вы знаете, мне кажется, не нужен особенный повод для того, чтобы порадовать любимого человека. Будь то День Святого Валентина, годовщина свадьбы, день рождения, повод вашей, там, первой встречи и так далее. Поэтому особого значения я не придаю дате, а именно тому, что я буду вкладывать, какой смысл я буду вкладывать в этот праздник. По-разному бывает. Когда отмечаем, если время есть, когда нет. День Петра и Февронии я считаю за праздник, а 14 февраля я не считаю за праздник. Почему? Ну, потому что он изначально не русский, не православный. Пришел к нам с запада. Но если почитать историю возле этого праздника, ну, не знаю, насколько вероятно, то его вообще не стоит праздновать. Ну, я думаю, нам, жителям России и как православным людям, все-таки 8 июня, это день ближе. И мне кажется, что День Ревленок все-таки больше для студентов подходит, для такого более молодого, юного возраста. Вряд ли, наверное, буду праздновать. Хотя, может быть, кто-то поздравит. 14-е я не буду праздновать, потому что мне не с кем, а так с удовольствием праздновала бы. Ближе к 14 февраля, конечно. Празднуем. Как празднуете? Что дарите? С размахом. Начинаем с открыток, заканчиваем какими-то мелкими приятными подарками. Ну, что, экспромт. Пока не могу сказать точно, что будет, но будет. Это все новости на прошедшей неделе. Смотрите на нас на телеканале Управда ТВ. Ежедневные итоги дня выходят по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин